Смотреть на то, как под бензопилой исчезают сосны, Виктор Зейц не может. За 30 лет, что он живет в этом доме, небольшая зеленая зона стала привычным видом из окна и любимым местом для прогулок. Это началось недели две-три назад. Все, что мы видим, что у меня за спиной. Мы звонили в администрацию по этому поводу. Два-три человека приехало, но тем не менее все это продолжается. Здесь наши дети отдыхали под этими соснами, играли. Сейчас все это идет под бензопилу. Отсюда открывается хороший панорамный вид на море, но за заманчивым видом скрывается опасность, утверждает Виктор. Кругом овраги и ручьи вытекают. В свое время войсковая часть 4229 здесь собирались построить детский садик. Проведя геодезию и так далее, все мероприятия в этом плане, от этого мероприятия отказались. В связи с тем, что этот участок очень опасен. То, что участок оползневой, подтверждает не только несколько накренившихся на этом склоне домов, но и дорога. Асфальт уже провалился почти на полметра. Как известно, деревья сдерживают сдвиги почвы, поэтому жители стали обращаться во все инстанции по вопросу спила сосен. Тогда и выяснилось, что на этом месте запланировано возвести два 24-этажных жилых дома. И чтобы освободить строительную площадку, нужно вырубить деревья. Но на это разрешение, заверяют сотрудники управления по охране окружающей среды и лесопаркового хозяйства, никто не давал. В выезде данный участок было зафиксировано уничтожение живых насаждений в количестве 11 сосен, граб, лавр. Данные деревья были уничтожены без разрешения управления. Таким образом, был подготовлен расчет ущерба и направлен на сумму 4 млн 622 тысячи 220 рублей. И направлен в центральный район отдела полиции УВД по городу для проведения проверки по данному факту и принятию мер в соответствии с действующим законодательством. Соответствующие документы были направлены в правоохранительные органы в середине января. Необходимую проверку заверили сотрудники УВД. Они проведут в ближайшее время. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.